Хоккеисты против борцов, боксеры против биатлонистов, легкоатлеты против армрестлеров. Такое противостояние стало возможным благодаря интеллектуальной игре «Олимпийские зонтаки». И участниками стали воспитанники областных спортивных школ региона. Хотели именно объединить все школы между собой, потому что все живут как-то сами по себе, занимаются в рамках своих видов спорта, а здесь они выходят за рамки привычного и изучают что-то новое. Эта встреча должна была пройти еще в конце прошлого года, однако ее перенесли из-за смерти одного из организаторов. Известного ульяновского спортивного журналиста Фарита Менебаева не стало в минувшем декабре. Фарита очень интересный человек был, и у него очень много начинаний было, в том числе и спортивные «Олимпийские зонтаки». Он очень имел такой аналитический, энциклопедический склад ума, что очень многие вопросы ему принадлежат. Сколько олимпийских чемпионов в Ульяновской области? Каково настоящее имя легендарного боксера Мохаммеда Али? А также какой знаменитый спортсмен скрывается под аббревиатурой АК-47? Всего 40 вопросов по истории регионального спорта, олимпийского движения и мирового спорта в целом. Чтобы выработать или вспомнить правильный ответ – минута. Вообще очень сложная викторина. Вопросы для нас достаточно сложные, но про легкую атлетику мы знаем ответы и отвечаем с легкостью. Пять человек за каждым из девяти игровых столов. И неважно, командный ли это вид спорта или индивидуальный. Здесь приходится работать в коллективе, иначе победы не видать, говорят сами участники. Ну, в принципе, игра веселая, командная, сближает игроков. Надо думать. Это здорово. Бронзовые призеры первенства страны по хоккею с мячом, прошедшего недавно в Ульяновске, и на сей раз были в числе лучших. У них второе место. На третьем – боксеры. А главный приз «Переходящая сова» отправляется в областную школу борьбы. Там трофея пробудет до следующей игры, участниками которой станут воспитанники городских спортивных школ.